Всем привет! Сегодня вы увидите вторую часть мастер-класса о рисовании кожи человека цветными карандашами. В этом выпуске мы будем рисовать с вами три типа кожи от смуглой до шоколадно-темной. Так как в сети очень мало материала о рисовании темной кожи, для многих авторов ее создание становится испытанием и представляет определенные сложности. На самом деле ничего сложного в этом нет. Смотрите видео до конца и вы научитесь легко рисовать темную кожу. Также в конце видео вас ожидает полезный бонус, который я лично придумала для вас. Начнем мы с наиболее светлого оттенка из трех. Можно сказать, что это светлая кожа под средним загаром. Первый слой пигмента я наношу карандашом оттенка светлой умбра. Так как кожа у нас достаточно светлая, слой умбры должен быть очень легким и полупрозрачным. Если вы решите нарисовать более смуглую кожу по этой схеме, просто сделайте слой умбры более плотным. Далее я продолжаю набирать оттенок карандашом темно-коричневого цвета. И пусть вас не смущает тот факт, что два первых карандаша у нас очень темные. Цветные карандаши это удивительный и очень гибкий материал в руках художника. Регулируя силу нажима, а также порядок наложения и плотность слоев, вы можете добиваться абсолютно различных результатов с помощью одних и тех же карандашей. Поэтому смело берем темно-коричневый в руки, держим его подальше от острого кончика, чтобы давление на карандаш было незначительным и легко, едва касаясь бумаги, наносим слой пигмента. После темно-коричневого карандаша мы снова берем в руки светлую умбру и легкими движениями смешиваем два предыдущих слоя между собой, постепенно набирая все больше пигмента. Для этого мастер-класса я взяла самую обычную чертежную бумагу Гозна. Впрочем, вы можете это видеть справа на экране. Там же справа находится и палитра, которую я использую в работе. Затем я ввожу в работу третий оттенок, это сженая охра. Охра придаст коже более натуральный телесный оттенок. Накладываем ее легким ровным слоем практически на всю поверхность кожи, избегая только наиболее освещенного места, блика. На него мы добавим совсем немного охры, скорее намекая на ее присутствие там, нежели закрашивая блик. На видео для вас пройдет примерно 3 минуты, пока я буду накладывать эти три оттенка и смешивать их между собой. Ну а на деле у меня ушло порядка 10 минут на первые слои пигмента. И это вполне нормально, не нужно никуда торопиться рисуя цветными карандашами. Этот материал требует определенного терпения и усидчивости. При этом, чем более светлую кожу вы пытаетесь нарисовать, тем более аккуратными и легкими должны быть слои пигмента. Как ни странно, но более яркая темная кожа рисуется на самом деле проще и быстрее, чем кожа светлых оттенков. И да, не забывайте держать свои карандаши остро заточенными. Я для этого пользуюсь механической точилкой от Derwent. Ссылка на такую точилку есть в описании под видео. Кстати, если вдруг какая-то из ссылок на арт-материалы или любая другая ссылка под видео вдруг не работает или товары по ней закончились, дайте мне знать об этом в комментариях и я все быстро исправлю. Возвращаясь к нашей коже, теперь мы берем в руки карандаш оттенка бежевый и уже чуть сильнее надавливая на него смешиваем все предыдущие слои пигмента между собой. Обратите внимание, я начинаю рисунок с темных оттенков и постепенно перехожу к более светлым. Пришло время добавить немного румянца нашей коже. Для этого я беру розовый карандаш, у меня это Blush Pink и добавляю его в нижний, менее освещенной части рисунка и на границе с более освещенной областью. Не стоит накладывать розовый на всю поверхность кожи, так у вас получится не румянец, а скорее сгоревшая на солнце красноватая кожа. Теперь, когда основные оттенки на всех участках кожи заданы и мы можем уже увидеть их цветовое различие, пришло время углублять эти самые оттенки и набирать больше пигмента. Для этого мы берем в руки карандаш цвета жженая охра и немного добавляем пигмента на менее освещенные участки кожи. Несмотря на то, что это уже седьмой слой пигмента, вам еще не стоит слишком сильно давить на карандаш на этом этапе. Нажим, как и оттенок при рисовании цветными карандашами следует увеличивать постепенно. Поэтому далее я беру еще более темный карандаш, светлую умбру, а следом за ней возьму темно-коричневый карандаш. И после того, как я нанесу три слоя оттенка охры, умбры и темно-коричневый, я смешаю их между собой с помощью средней по тону между ними умбры. Вообще, можно условно разделить все слои пигмента на слои, в которых я наношу пигмент и слои, в которых я смешиваю пигмент. На самом деле, такой классификации слоев официально не существует. Это скорее моя методика, но она позволяет более детально и подробно разобрать и объяснить процесс рисования цветными карандашами. Так вот, основное различие между этими двумя видами слоев в работе заключается в том, что в процессе нанесения смешивающих слоев я давлю на карандаш чуть сильнее, чем во время нанесения пигмента. И это вроде бы небольшая деталь и мелочь, но именно она позволяет мне добиваться очень плавных мягких переходов, а также максимального смешивания пигментов между собой. Если бы я хотела объяснить этот процесс не только словами, но и наглядно, то у меня получился бы примерно вот такой график. На нем вы видите схематичное изображение процесса рисования цветными карандашами, состоящее из 15 слоев, где оранжевые полоски это пигментирующие слои, а синие полоски это смешивающие, а высота полосок означает силу нажима на карандаш. Конечно, это не точное изображение, а только схематичное. Иногда пигментирующих слоев может быть не 2, а 3 или даже больше, или смешивающий слой бывает не 1, а 2. Но в целом общую суть процесса набора пигмента этот график отображает вполне. Надеюсь, у меня получилось объяснить этот момент максимально понятно. Если что-то будет непонятно, дайте знать об этом в комментариях. Ну, а тем временем мы подходим к завершающему процессу нашей работы. И это как раз хороший пример того, что смешивающих слоев может быть сразу 2. С помощью светлой умбры мы только что смешивали оттенки на более темных участках кожи. Ну, а теперь берем в руки довольно светлый бежевый карандаш и уже с его помощью смешиваем пигменты на всей работе, тонируя в том числе и чуть больше область, где находится блик. Напоследок я углубляю еще немного тени с помощью сжженной охры. Чем контрастнее тени вы хотите получить, тем более темный карандаш вам следует использовать на этом этапе, только, конечно, не черный. Смахиваем с помощью кисточки с работы небольшие комочки воска, которые успели образоваться и под конец проходимся по всей работе бесцветным блендером. Если у вас такого блендера нет, вы можете воспользоваться белым карандашом, но учтите, что белый карандаш немного высветляет работу и есть вероятность, что после его использования вам придется добавить еще немного пигмента. Ну, а теперь давайте нарисуем довольно темную кожу с золотистым оттенком. Для нанесения первого слоя пигмента я беру, возможно, неожиданный для некоторых карандаш цвета индиго. На его примере, к слову, хорошо видно, что первый слой не обязательно должен быть очень красивым и аккуратным в плане штриховки. Главное, чтобы он был легким и достаточно однородным, но все же лучше соблюдать по возможности контуры предмета при штриховании, хотя бы в некоторой степени. Это поможет добавить вашей работе больше объема и глубины. Обратите внимание на палитру справа, она довольно небольшая и в нее я добавила такой цвет, как голден рот или золотарник. Именно он позволит придать этому цвету кожи золотистый оттенок. Если вы смотрели мой прошлый МК о рисовании золотого яблока, вы должны быть уже хорошо знакомы с этим карандашом. После того, как первый слой цвета индиго нанесен, я беру в руки карандаш цвета терракота и наношу его поверх слоя индиго, полностью закрывая этим слоем пигмента самый первый. Сочетание оттенков индиго и терракоты дают довольно интересный коричневатый оттенок, который не выглядит плоским, как если бы мы его набрали с помощью только одного коричневого карандаша. Так что, если вы решите нарисовать лицо с таким цветом кожи, будьте готовы к тому, что сначала оно может быть синим и выглядеть немного странно. После того, как слой терракоты полностью закроет собой слой индиго, можно брать в руки следующий менее контрастный оттенок, в нашем случае это жженая охра, и создавать первый смешивающий слой, позволяющий лучше объединить между собой два первых слоя индиго и терракоты. Заодно с помощью охры можно немного затонировать более освещенную часть кожи и даже затонировать немного блик. Так как в данный момент мы рисуем довольно темную кожу, блик на ней не будет очень светлым и уж точно не будет белым, поэтому его можно немного тонировать уже на этом этапе работы. Пришло время немного позолотить кожу. Для этого я беру в руки карандаш цвета золотарник, он же goldenrod, и легко наношу его пигмент на более освещенную часть кожи. Именно там в первую очередь будет заметен золотистый оттенок. И если в вашем наборе нет карандаша с таким названием, или вы используете какие-то другие карандаши, просто возьмите довольно спокойный по тону и желательно темный желтый карандаш. Для тонирования менее освещенной части работы мы используем карандаш цвета терракота. Использование двух разных оттенков для тонирования освещенной и теневой части работы придаст ей дополнительную живость и объем. Как видите, даже на этом этапе мы уже можем и не вспомнить о том, что рисование этого цвета кожи началось с синего оттенка. Ну а тем временем пришла очередь второго смешивающего слоя. Для него мы возьмем карандаш цвета жженой охры и смешаем между собой два предыдущих слоя золотарник и терракоту, делая переход между ними более плавным. Если бы нашей целью было создать более светлый оттенок кожи, то на этом этапе можно было бы уже остановиться и смешать все слои между собой с помощью блендера. Но так как я планирую создать более темный оттенок, я продолжаю набирать цвет и беру для этого карандаш оттенок терракота. С его помощью я набираю цвет почти на всей поверхности, но из-за этого у нас понемногу теряется контраст. Для того, чтобы вернуть его в работу и подчеркнуть тени, я беру в руки карандаш цвета индиго. Несмотря на то, что мы рисуем довольно темную кожу, при создании теней на ней, я рекомендую избегать использования черного карандаша. Он будет слишком резко выделяться и такие тени не будут выглядеть естественно. Именно поэтому я использую сначала цвет индиго, а затем покрываю его сверху пигментом терракоты. Ну и также захожу оттенком терракоты и на более светлые участки работы, постепенно вписывая таким образом нашу тень и соединяя ее с остальной работой в одно целое. На этом этапе работы я заметила, что под слоем терракоты и охры у нас несколько потерялся золотистый оттенок. Поэтому я беру в руки оттенок золотарник и возвращаю коже теплое золотистое свечение. Для того, чтобы сделать это свечение более мягким, а цвет кожи чуть менее темным, я беру в руки белый карандаш и мягко смешиваю им нанесенные слои пигмента. Я использую белый карандаш от Derwent Drawing, но не потому, что белый карандаш у Prismacolor недостаточно хорош, а просто потому, что он у меня банально закончился. Под конец мне захотелось еще немного усилить тени и я снова взяла в руки карандаш цвета индиго. И в этот раз он стал завершающим слоем. Я не стала покрывать его оттенком терракоты, потому что, во-первых, слой индиго был очень легким, а во-вторых, кожа достаточно темная, чтобы индиго не смотрелся на ней синим пятном. Вот мы и добрались с вами до последнего на сегодня оттенка кожи. Это наиболее темный из трех оттенков красновато-коричневый оттенок. Именно такой оттенок кожи чаще всего называют шоколадным. Начинаю я его рисовать с оттенкой светлой умбра. Обратите, внимание, самый первый и светлый оттенок кожи, который мы с вами сегодня рисовали, и самый темный, который рисуем сейчас, начинаются с одних и тех же оттенков. Сначала это слой светлой умбры, затем это будет слой темно-коричневого цвета. И кажется, как же так, ведь эти два цвета кожи так сильно отличаются. И тем не менее, основное различие в этих двух случаях заключается в степени нажима на карандаш и в насыщенности слоев. Если в случае со светлой кожей мы наносили первые слои очень легко, практически прозрачно и невесомо, то сейчас я наношу пигмент достаточно ярко, чуть сильнее надавливая на карандаш. Однако все же без фанатизма, так как наша цель набрать как можно больше пигмента и при этом не повредить и не сгладить рельеф бумаги. Так что рисуя настолько темную кожу можете начинать с достаточно ярких первых слоев, не опасаясь перебрать оттенка. Это именно та причина, по которой рисовать темнокожих людей на самом деле проще, чем людей с очень светлой кожей. В первом случае у вас меньше шансов ошибиться при наборе оттенка. Ну и по моим ощущениям работа идет процентов на 30 быстрее. Кстати, вы видите этот мастер-класс, потому что активно поддержали его первую часть, в которой я рисовала светлые оттенки кожи своими комментариями и поставили по тем видео более 300 лайков. Лайки и комментарии под видео это не только отличный способ поддержать мой канал, но и показать мне, какой контент вы хотите видеть в первую очередь. Поэтому если вам нравится этот мастер-класс и вы хотите увидеть его продолжение, ставьте лайк прямо сейчас. Ну а если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны на мой канал и не нажали колокольчик, сделайте это обязательно. Кнопочка для подписки находится в правом нижнем углу этого видео. Как только этот мастер-класс наберет 500 лайков, вы увидите третью часть мастер-классов о рисовании кожи человека, в которой я покажу вам, как нарисовать еще более экзотичные цвета кожи и кое-что еще интересное. Тем временем мы уже набрали достаточно пигмента с помощью двух первых карандашей из выбранной палитры и пришла пора придать коже красноватый оттенок. Для этого я использую карандаш цвета коричневая сиена. Им я наношу пигмент на освещенную часть темной кожи. Не нужно тонировать всю кожу полностью. Это сделает ее оттенок менее выразительным и объемным. Ограничимся тонированием только более светлых участков. Красноватого пигмента сиены будет в принципе достаточно для того, чтобы кожа приобрела легкий и естественный красноватый оттенок. Нет необходимости использовать для этого более яркие красные карандаши. три первых слоя мы с вами наносили пигмент. Теперь пришло время смешать нанесенные слои между собой. Для этого я воспользуюсь довольно светлым бежевым карандашом. Им я смешаю оттенки на освещенной части кожи и немного затонирую место блика. В теневой части я пока не буду смешивать пигмент, иначе работа потеряет свой контраст. Сначала я возьму наиболее темный в данной палитре карандаш, темный умбру, и еще больше углублю цвет кожи в ее затемненной части. Как всегда, следите за остротой ваших карандашей и наносите пигмент легкими слегка овальными движениями. Так пигмент лучше всего попадет в текстуру бумаги и создаст максимально гладкое покрытие. А для того, чтобы кожа казалась более объемной, при рисовании темных участков я не ограничиваюсь темной умброй, а создаю еще температурный контраст между светом и тенью с помощью добавления пигмента индига в тень. И вот только теперь пришла пора смешать уже все слои пигмента между собой. Для этого я беру, как обычно, средний по тонну между всеми оттенками карандаш. У меня это светлая умбра. И чуть усиливая нажим, создаю смешивающий слой. Таким образом, сегодня мы с вами разобрались, как нарисовать три более темных оттенка кожи. Как я и обещала вам в самом начале видео, самых терпеливых зрителей ожидает полезный бонус. Еще одно мое небольшое изобретение, которое позволяет лучше представить процесс создания работы цветными карандашами. Это полоски с оттенками, наглядно демонстрирующие порядок ведения различных пигментов в работу. Оттенки наносились в том порядке, что вы видите сверху вниз. И я не утверждаю, что вы должны придерживаться именно такого порядка при нанесении слоев. Это не так. Но я хочу, чтобы вы увидели максимально полную картину создания моих работ. Это поможет вам сделать свои выводы и найти наилучшие решения и пути создания ваших собственных рисунков. Правда, пока что я не придумала, как назвать эти цветовые полоски. Поэтому буду признательна, если вы предложите в комментариях мне свои варианты. Ну а я выберу наиболее понравившийся из них и закреплю за этим небольшим нововведением. Все использованные в работе палитры и цветовые полоски коды я прикреплю в описании под этим видео. Спасибо, что досмотрели этот мастер-класс до конца. Если видео вам понравилось и было полезно, обязательно поделитесь им с вашими друзьями. Чем больше людей посмотрит это видео, тем быстрее оно наберет 500 лайков и тем раньше вы увидите его продолжение, которое будет не менее интересным и полезным для вас. До встречи в новых видео, друзья! Пока-пока!